Суперкубок России по хоккею с мячом ежегодно оспаривают действующий чемпион и обладатель Кубка страны. На этот раз в борьбе за престижнейший трофей сошлись две сильнейшие команды – Красноярский Енисей и Байкал Энергия из Иркутска. С самого начала стало понятно – соперники настроены серьезно и борьба будет нешуточная. Но хоккеисты Енисей играли чуть острее иркутяны уже на восьмой минуте. Пас Сергея Ломанова привел к забитому мячу. Счет открыл Виктор Чернышев. Хоккеисты Байкал Энергии играли от обороны, но периодически создавали острые моменты у наших ворот. Но красноярцев уже было не остановить. На 23-й минуте они забивают второй мяч, а на 31-й счет уже 4-0 в пользу Енисея. Иркутяне старались догнать, грубо сыграли против Сергея Ломанова, но забить так и не смогли. Первый тайм закончился со счетом 6-0. Не первый сезон одним составом играем, плюс добавляются новички качественные. Ну и у нас есть Ломанов. Главная наша звезда. Несмотря на мороз, собрался почти полный стадион. Болельщики говорят, просто не могли пропустить такую игру. Закутанные в одеяло отогреваются горячим чаем и болеют до хрипоты. Наша команда самая сильная в мире, самая сильная в России – это команда Енисей. Сегодняшняя игра даже это доказывает. И доказывает все годы, проведенные на стадионе. Я 28 лет хожу на хоккей. Мы ходим в любой мороз. Выезды, невыезды, завыезды. Остановить на хоккей прийти может только смерть. Во втором тайме Енисей продолжил атаковать. Дмитрий Макаров забивает седьмой мяч, а Сергей Ломанов доводит счет до совсем неприличного – 8-0. Болельщики из Иркутска, впрочем, не унывают, хотя и признаются – красноярцы явно сильнее. Мы, конечно, надеялись, что будут играть более агрессивно, более равный. Может, как-то поиграем 4-3. Но пока не забили, к сожалению. К сожалению, это оправданно. Енисей – команда самая сильная в мире. Против этого поспорить никто не сможет. Хоккеистам Байкала наконец удается забить гол престижа после ошибки наших защитников еще один. А за пять минут до финального свистка в воротах хозяева оказался третий мяч. Итоговый счет – 8-3. Суперкубок впервые завоевывает Енисей. Награждает команды медалями Николай Валуев, вице-президент Федерации хоккея с мячом, депутат Государственной Думы, приехал в Красноярск вместе с президентом Национальной и Международной Федерации хоккея с мячом Борисом Скрынником, чтобы посмотреть, как идет подготовка к универсиаде. Смотрите, что делается на трибунах. Самое важное, вот даже сейчас шведы сделали исследование. Русский хоккей, хоккей с мячом – это один из самых популярных видов спорта в мире. Поэтому мы, конечно, все ждем, когда все-таки мы станем олимпийскими. Это самое важное. И, конечно же, поздравить команду Енисей, клуб Енисей с большой победой. Они теперь обладатели Суперкубка. Удачи! Красноярцы! Поздравляю всех от души! Знали, что будет холодно, что тяжелые такие погодные условия будут. Ну, все молодцы. Вообще, все подали. Сыграли очень хорошо. Может быть, концовка, да, где там пропустили, два мяча чуть смазали. Ну, а так, сегодня очень уверенно, с запасом спортивного болельщика, которые пришли сегодня, нас поддержали. И в какой-то мере мы нас согревали, да, тем, что болели за нас, гнали нас вперед, не давали нам остановиться. Кстати, Суперкубок, в отличие от Кубка России, не переходящий, а памятный, а значит, останется в Красноярске. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко. Новости. Денис Тимошенко!